Медвестник продолжает работу на Национальном конгрессе эндокринологов с международным участием. И сейчас о новых вызовах в диабетологии мы поговорим с моей собеседницей. Это заместитель директора Центра эндокринологии Минздрава России и директор Института диабета Центра эндокринологии Минздрава России Марина Владимировна Шостакова. Марина Владимировна, очень вам рада. Добрый день. Марина Владимировна, в 2023 году в России планируется запустить новый масштабный проект, федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Расскажите, пожалуйста, в чем суть этого проекта, в чем он заключается и какие перспективы у него? Это действительно очень масштабный проект, который возобновляется, можно сказать, спустя 10 лет перерыва, потому что 10 лет назад закончилась предыдущая федеральная целевая программа, очень успешная. Мы имеем большой опыт работы в области федеральных программ по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Сахарный диабет – одно из таких мощных, быстро развивающихся, прогрессирующих неинфекционных заболеваний. И состояние службы потребовало того, чтобы государство помогло и сохранить, и развивать эту службу, и оказывать помощь больным с сахарным диабетом. Поэтому наш президент Российской ассоциации докринологов, главный нештатный специалист Минздрава, академик Дедов Иван Иванович, инициировал такой посыл о необходимости создания нового федерального проекта. Был услышан президентом страны Владимиром Владимировичем Путином, который поддержал эту идею и дал поручение разработать федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». И вот, собственно, все это было сделано, подготовительная работа произошла, все детали разработаны, рассчитаны. И вот мы ждем, что буквально в ближайшее время этот федеральный проект будет одобрен правительством. Тем более финансирование уже выделено, и мы это финансирование будем использовать по назначению для развития службы. Что мы имеем в виду прежде всего в развитии службы? Это, конечно же, переоснащение и как бы реанимация региональных эндокринологических центров. Мы хотим, чтобы в каждом регионе страны функционировал региональный центр, чтобы он был оснащен по современному уровню технологий медицинских, чтобы оказывал помощь амбулаторную нашим пациентам, потому что зачастую сахарный диабет требует именно амбулаторной помощи. И мы нацелены на то, чтобы не допускать тяжелых сосудистых осложнений. И это все можно сделать амбулаторно, с меньшими даже затратами, потому что тяжелые сосудистые осложнения требуют уже госпитализации, требуют высокодорогостоящих квот и так далее. Поэтому наша направленность на профилактику, на лечение ранних стадий диабета и профилактику тяжелых осложнений, амбулаторное звено. Что мы тут можем сделать? Это, конечно, школа больных диабетом, где пациенты сами получат знания о своем заболевании и станут как бы соучастниками процесса своего лечения. Этот процесс утвержден как медицинская помощь еще Всемирной организации здравоохранения. И мы расширяем сеть школ для пациентов, взрослых, для пациентов детей на инсулине, без инсулина и так далее. Это, конечно, лабораторная диагностика. То есть тут мы направляем наши усилия в эту область, чтобы всем была доступна быстрая, очень эффективная диагностика сахарного диабета и дальнейшее мониторирование уровня компенсации диабета. Это, конечно, подготовка кадров, потому что мы ощущаем дефицит кадров и среди взрослых эндокринологов, которые оказывают помощь взрослому населению, так и среди врачей детских эндокринологов, которые занимаются больными детишками. И вот тут мы планируем и усилить вот этот образовательный компонент, и, может быть, организовывать новые кафедры, новые курсы для обучения специалистов. Вот это основные направления, в которых мы будем работать. Конечно, лекарственное обеспечение. Слава богу, в нашей стране уже со времен предыдущих федеральных программ стопроцентная обеспеченность инсулинами за счет государства. Каждый, кто нуждается в инсулине, взрослый, ребенок, пожилой человек, если ему нужен инсулин, он получает его бесплатно. Поэтому вот мы продолжаем это дело. Это звучит очень оптимистично, действительно очень сильно радует. Меня как пациента больше всего из перечисленного радует, что сокращается дистанция между врачом и пациентом, что сегодня этот диалог налаживается, что пациент воспринимает врача не только как злого учителя, который заставляет его следить за своим здоровьем, но и сам этого хочет. Это очень здорово. Также в этом году был запущен пилотный проект по дистанционному мониторингу здоровья пациента с сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями с помощью персональных медицинских помощников. Расскажите, какие центры в нем участвуют и какие результаты уже удалось получить. Это очень интересный проект. Он запущен с этого года. Пока идет пилотный проект, то есть на уровне нескольких выбранных регионов. Это шесть регионов. Координатором этого проекта со стороны медицины является наш центр, центр эндокринологии. Заказчиком является правительство, можно сказать. И мы и курируют этот проект очень тщательно, правительство нашей страны. И заключается оно в том, что пациенты получают доступ к глюкометрам, которые имеют функцию передавать данные онлайн, дистанционно, к своему врачу. И дальше врач, сидя перед экраном компьютера и имея личный кабинет, эти данные поступают через специальную платформу, поступают в дальнейшем, уже, может быть, обработанные к этому доктору, в личный кабинет. И что я имею в виду обработанные, это уже из этой массы цифр, которые передает пациент с уровнем сахара крови, измеренного с помощью глюкометра, цифры благополучные, они будут отсекаться, а цифры тревожные будут попадать в поле зрения врача и сигнализировать, что к этому пациенту вы должны обратить, на него, на этого пациента, пристальное внимание. У него регулярно, несколько дней подряд, допустим, сахар крови выходит за пределы нормы, в более высокую зону или, наоборот, в гипогликемию и так далее. То есть и пациент, и врач получают выгоду в том, что пациент не ходит каждый день к врачу, но врач его, тем не менее, видит, видит его результаты. Но, видя результаты всех своих пациентов, он выделяет именно ту группу, которая находится в зоне риска, именно с этой группы более детально общается и выясняет причины случившегося. Кроме того, не только цифры сахара будут передаваться через эту платформу, но и съеденные хлебные единицы, если человек на инсулинотерапии, физическая нагрузка и доза инсулина. То есть и врач получит возможность анализировать сразу весь комплекс вот этих медицинских данных. Поэтому его инсультация будет очень грамотна, потому что это не только... Это уже проанализированный пул данных, и он сможет дать быструю и полезную болезненность совет своему пациенту. Вот в перспективе польза какая от этой системы? Значит, первая польза, это что, во-первых, сократится число ну, может быть, необоснованных приходов пациента к врачу, это раз. Сократится время работы врача с пациентом, потому что у него будет уже пул таких проанализированных данных, и ему остается только дать совет, как правильно поступать в том или ином случае. То есть это экономия времени врача, экономия времени пациента, поэтому с экономической точки зрения проект должен выйти на достаточно такую экономическую эффективность. Это мы говорим пока что о будущем, но вот которое уже вот в год наступит. А как сегодня происходит обеспечение пациентов с сахарным диабетом, необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, расходными материалами для контроля, для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови? Значит, сегодня такая история в плане обеспечения пациентов лекарствами инсулина, как я уже ранее сказала, 100% бесплатно. В любом регионе, везде, абсолютно в точке нашей Родины России, любой пациент с первым типом, со вторым типом, если ему нужно, получит инсулин бесплатно. Что касается базовых сахароснижающих препаратов, базовых, которые у нас уже традиционно давно на рынке существуют, они везде и всюду получают бесплатно. Что касается инновационных препаратов, значит, тут следующая вещь. Эти все инновационные препараты занесены в список ЖНВЛП, они там находятся. То есть, гипотетически, регион имеет право выдавать эти препараты нуждающимся больному бесплатно. Другое дело, что они, конечно, более дорогие, чем препараты базовые. И иногда у региона, потому что это региональные деньги, вот это не федеральные деньги, не всегда бывают ресурсы выдать инновационный препарат. Поэтому он его заменяет на базовый препарат. Пациент не остается без лечения, он 100% получает лечение, все равно. Просто иногда он может не получить более, как скажем, инновационный препарат, вот по этим причинам. Тем не менее, у нас есть законодательная база, которая защищает интересы больных. Она законодательная. Поэтому если пациент считает, или его врач все же назначает этот препарат инновационный, то он его получит. Просто для этого надо некоторые усилия приложить. Дополнительные, но юридически, законодательно получат. А что касается расходных материалов? Что касается расходных материалов, тоже законодательно все расходные материалы у нас обеспечены для пациента без оплаты. И есть определенный лимит, который расписан согласно стандартам оказания помощи. Какой же это лимит этих расходных материалов, тест-полосок, например, глюкометром, пациент может получить. Поскольку обеспечение тест-полосками тоже ложится на плечи региона, то опять, да, он обеспечивает не всегда в должном количестве. Потому что на самом деле мы, как врачи, как перфекционисты, всегда считаем, что чем чаще, тем лучше. И даже у нас в стандартах прописано достаточно часто. Для детей, например, до 8 раз в день прописано у нас по стандарту. Ну вот все ли регионы могут выдать такую кратность полосок на ребенка? У взрослого с диабетом 1 типа, который на инсулин терапии, так же. А, например, у больного диабетом 2 типа без инсулинотерапии достаточно один профиль в неделю сделать. Это посильно. Если больной диабетом 2 типа на инсулинотерапии, то он переходит в категорию получающих инсулин, и там кратность увеличивается. Поэтому, в принципе, усредненная доза тест-полосок, она бесплатна, естественно, для всех, и они получают. А более часто, большее количество тест-полосок иногда приходится получать с трудом. Потому что в будущем потребовалось как можно меньше тест-полосок. Вот на ваш взгляд, в чем заключается основа системной профилактики осложнений сахарного диабета? В рамках страны. Ну, в рамках страны. Первое, что профилактика, это следовать клиническим рекомендациям. Каждый врач, эндокринолог, должен быть, конечно, обучен, повышать свою квалификацию и быть четко, руководствоваться клиническими рекомендациями, которые, кстати, обновлены в 2022 году. И для больных диабетом 1 типа взрослых, и для диабета 2 типа взрослых, и для детей с диабетом 1 типа. Все обновлено, там все прописано. Поэтому, если следовать этим рекомендациям от дебюта заболевания и так далее, то, в общем-то, это обеспечивает ту нужную профилактику сосудистой аглажины. Потому что там прописано, что начинать лечить надо так. Частота измерения гликирного гемоглобина, чтобы следить за контролем диабета, должна быть 4 раза в год. А не раз в год, как у нас порой и бывает. А то бывает, что и это даже не выполняется по разным причинам. Больной ли не дошел, врач ли не доназначил, или же, опять же, расходных материалов в лаборатории не оказалось. По разным причинам. Но должно быть 4 раза в год измерен гликирный гемоглобин. И если вдруг мы видим, что выпадает из нормы, сразу обратить внимание на этого пациента, сразу интенсифицировать лечение. И это и есть профилактика будущих сосудистых изложений. Регулярные визиты к врачу, как прописано в клинических рекомендациях. Если без осложнения, раз в год. Если осложнение, то в зависимости от того, какое осложнение. И так далее. То есть мониторин согласно клиническим рекомендациям. Поэтому вот это залог жизни благополучной и без сосудистых осложнений. Спасибо вам большое. Хочется пожелать, чтобы потребности пациентов совпадали с возможностями регионов, как и государства в целом. А вам оставалось все меньше и меньше работы. Без работы мы не останемся, конечно же. Спасибо большое. Спасибо.